Чужой дом. У нас еще конец деревни, где я жил. Это надо было с полей идти. Я показывал ролик, как я шел к себе домой в 18-м году. И вот через все это поле надо было пройти, зайти ко мне в дом, еще в ограду, и меня здесь сидеть и ждать. От кого я понимал тоже. Ну, от этого, да. То есть только на суде Божьем все откроется. Что там, кто, что за люди такие были? И главное не знать, что с ними делать-то, в чем дело. И надо расстрелать. Ладно, Господь вспомнил. Просто это самое, наверное, по словам Божьей. Хорошо, что было в голове, что вспомнил. Ну да. То, что ты изучаешь Слово Божье, это большой плюс. Ты знаешь, как в жизни себя повести. Я говорю, я всем говорю, Евангелие, это инструкция, как умереть. Правильно. Семистическая музыка. Радостная весть. Я говорю, ну как умереть-то, понимаете? Все равно придется. Да, конечно, есть радостная. Да, да. И вот они не могут понять. Нет, Влад, я говорю, инструкция, как правильно умирать. Не гнил, что надо им, все, идти умирать. Как правильно умирать. Как не умереть неправильно. То есть опять же вспоминаю, которые обсуждали на вокзале. Пришло тогда, все, надо умирать. Как правильно умирать? Ну, накорми его. Кому-нибудь умирать. Сейчас будут убивать. Все, ты должен понять. Сейчас будут он меня убивать. Что делать? Тушенку уже не спасти. Полный рюкзаки еды. Корми его всех. Все, прощай. И готовься. И раз, и все прошло. Мимо смерти прошло сегодня. Еще поживем. Этушенки-то и нету. Да. Все раз, да. Последний день живем все. Какие закрома? О, еще будем жительницы строить. Ты сейчас говоришь, о смерти-то. Помнишь, сейчас Хосик привозил, там в одно деревне ходили, раздавали Евангелие и приглашение там в библиотеку, что книги привезли православные, Игнает Тихонович. Я подхожу, там три бабушки сидят. Я им вези Евангелие подаю. Они мне такие, сыночек, тебе здоровится, тебе там все. Я говорю, а вам, царство небесное, как лица изменились у них? Они как закрестили, начали меня перекрещивать. Ты че это? Ты че это? Ты понимаешь, он желаешь. Я говорю, чтобы выборы со Христом вечности были. А они меня все уже не слышат. Так обиделись на меня. Не хочу. Не то, что можно понять. Вот наша бабушка уже 70+, которые в храм ходят, ходят, ходят. И вот эта, как Игнатик, известная болезнь началась. И раз ее вместе с ней, наверное, бабушка. Она потом, я ведь три недели в больнице лежала с этими болезнями. Уже, говорит, все, думала, конец. Слава богу, врачи откачали, а то уже копыта отбросила. Я говорю, бабушка, ты уже не готовилась умереть, уже пособорвалась. А тут сейчас, слава богу, врачам откачали, они уколы, а то копыта отбросила. И в царствию я с ней попала бы. Я думаю, продолжаем, да? И все. Слава богу. Я слышал рассказ. Врачи не позволили. Я слышал рассказ от Игнатика, я не знаю, может, вы где-то вспомните. Про кого-то мужчину, он говорил, который заболел, но исповедовался, прочистился и выздоровел. Но не встает с кровати. Все говорят, вставай с кровати. Он говорит, нет, я все, я хочу умереть. Не хочу больше в этой жизни оставаться. И все, через это время помер. А у меня другой, это я читала. Читаем. Значит, это дедушки, уже, может быть, 90 лет, не помню. Он говорит, так, так дело не пойдет. Мне пора умирать. Ложиться на каравае. Руки сложил. Все, тишина. Все приехали, простятся. Все, я умираю. Приехали все, попрощались. День лежит, два лежит, три лежит. На третий день. Нет, так не пойдет. Пойду, дрова покою. А жрение, бабушка у нее умерла? То есть, представляете, пора умирать. Человек понимает это. То есть не боится смерти, да? А сейчас очень многие пожилые люди боятся смерти. Очень многие. Потому что веры нет. Да, веры нет. Которые в храме, бабушка в Свердбанке, знакомая моя от моего храма, сидит и говорит, там болею, там болею. Это не знаю уж как еще лечиться. А я уже про нее слышала, что она переживает, что я похудела. Я ей говорю, не буду уж называть имя. Я ей говорю, а ты не забыла, что тебе пора умирать? Сколько тебе лет? Восемьдесят восемь, что ли? Она так на меня смотрит вопросительно. Я говорю, нам ведь в это время уже, может быть, тебе пора умирать. Надо подумать о смерти. Надо подумать о покаянии. Ну и, в общем, вот рассказала. И вдруг она мне говорит, и правда. А я ей забыла. Представляете, всем жалуются, что она похудела, что уже вот ей что-то не то. И потом благодарила меня, и все ходила, но до сих пор жива правда. Балу Богу. И у нас другая ситуация. Бабушке одной 106 год, одна единственная Марьева, ну 105. А мне дочь Галина, ну ей наружу, ну 75 можно, она главная в храме старости. И она такая мне, Георгий, я ей вот тоже все привожу в пример записки, подъете, подъете. А я вам говорю, что сказано, между нами и маме, великая пропасть. Оттуда они переходят, туда они переходят. Чего пишут эти цитируют? Она вновь все, и правда, я даже, говорит, за здравие это маме, говорит, сколько уже можно подавать. Я говорю, уже 106 год, мы все за здравие, подаем под здравие. Как бы, ну, резонта есть вообще? Подавать даже за здравие. Может уже, пора перестать. Я говорю, что за здравие, сколько можно подавать за здравие? Чего, ну, сиди, нас дома, сиди, голод еще сидит. Мы все подаем, подаем за здравие. Да, вот этот вопрос тоже христиане не понимают. Что рождение, это совсем не праздник. Это рождение на, ну, скажем, на скорби, на муке, жизнь тяжелая. А вот умирание, это процесс радостный должен быть. Когда ты идешь вот... Как у этого, Даниила Сысоева, это есть книжечка. Инструкция для бессмертий. То есть, как правильно умирить. Ну, здесь надо, да, твердую веру иметь. То есть, что ты временна, то есть, только переход от смерти. Времен. Это успение. Вот смотришь, вот библейский, читаешь, Ветхий Завет даже читаешь. Он лег, ведь ноги сложил, и все. Потому что отошел. Там, вот, Абрам, Исааки, Яков, там, пример. Но, с другой стороны, опять же, Стефана поверли мужи в Левейной и сделали великий плач о нем. Ну, сделала. А что плач? Ну, Стефана первого, который... Потому что он был в Освете сил. Тут не ожидали, видишь. Там-то, понятно, он уже все очень пожилой. Но, опять же, в день, я кто-то... Ну, Якова убил, и про него ничего не сказали. Ну, убил, убил. Дальше пошли. Нет, ну, тогда был уже этого плача. А, кстати, он-то был уже, как эллинизированный евреей, Стефан-то. То есть, они уже были такие, и все родственники-то его, вот они и плакали. Скорее всего. Он же, не имя, это, Степан. То есть, уже греческого. Хотя он по крови привел иудеи, евреи. Они и плакали, видимо. Сейчас я вот так вот. Все его шнепки. Ну, может, любили. Заедут, приезжие, понаехали тут. Нет, где они-то вспоминают. Седну, или кто-то умерла-то тоже. Рубашки там показывают, Настя. Вот она такая, что-то шлила-то. Ну, любили человека еще. Может, Стефана тоже любили. Иудей, понятное дело, что не любили. Как для них потери такая? Да для иудеев он такой злостный враг был. А для простого народа, может, он добрые дела много делал. Не зря же вы поставили старшего там среди декорства. Но не позволительно никого убивать, предавать смерти, да, все противно? Да, не позволительно. Но по закону нашего он должен умереть. А нам не позволительно никого предавать смерти. Но по закону должен умереть. Давай, стремленно, бей его. Что-то подобное было среди ребятишек, что ли? Что-то такое, говорит. Я типа верующий, а ты там дарю. Нет, он в Сирокине Устаровске. Это молодая монахиня, 18-летняя. Она же вот вместо Мантура согласилась, умерит. По просьбе его. Ну все, слава тебе, Господи, на славу. Слава Богу.